Американское издание The Washington Post опубликовало репортаж о боевой работе одной из четырех систем М142 «Хаймарс», которая уже есть в распоряжении Вооруженных сил Украины. На этой системе работают военнослужащие, ранее стрелявшие на войне из реактивной системы залпового огня «Ураган» советского производства. Такое обстоятельство позволяет ярко показать, чем М142 «Хаймарс» лучше советского «Урагана». Так, например, благодаря спутниковой навигации М142 «Хаймарс» имеет настолько высокую точность стрельбы, что радиус отклонения ракеты от цели не превышает одного метра. При этом по сути нет никаких ограничений для выбора места и траектории полета ракеты. В свою очередь, наши артиллеристы наводят на цель «Ураганы» с использованием разведывательно-ударных беспилотников, и даже в таком случае радиус вероятного отклонения от цели может достигать до одного километра. Что накладывает свое ограничение при выборе позиций для стрельбы из «Урагана», нужно выбирать место и траекторию, чтобы ракеты не пролетали мимо гражданских зданий. Ну и само собой, по дальности стрельбы также заметно различия. В М142 «Хаймарс» этот показатель составляет 77 километров, у советского «Урагана» – до 40 километров включительно. Автор репортажа о боевой работе М142 «Хаймарс» отразила и другие важные детали. Например, эти ракетные комплексы вынуждены постоянно менять свое местоположение, чтобы не попасть под ответный удар. После выполнения огневого задания по целям обслуга система имеет лишь до двух минут, чтобы вывести «Хаймарс». Система наведения ракет этого комплекса настолько сложная, что нашим воинам пришлось переписывать в отдельный блокнот все необходимые для ввода в компьютер команды. Но иногда приходится использовать и Google-переводчик. Ну и также показательно, что персональные данные о наших артиллеристах, работающих на М142 «Хаймарс», держатся в тайне. Спасибо за просмотр. Слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok